МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После реконструкции сегодня был открыт Азаратский дом-интернат для состарелых и инвалидов. Установа различена на 130 мест. Умовы проживания оценили наши корреспонденты. Первые проживающие переезжают в дом-интернат еще до официального открытия. В Гоголе социальная установа находилась тут еще с 2013 года, но практически не отвечала с современным стандартам. Проживающий Юрой Поспело укажет, что подчас ремонта люди находились в обособленном помешкании Азаратской больницы и в Вельме чекали вертания назад. Новые комфортные умовы оценив еще на выходе в дом-интернат. Потом добрые уражения только повеличивались. Переделали двери, вход сам, холл это переделали. Мне очень понравилось, впечатлило. Но я сам строитель. Если бы была возможность перед строителями, я бы их поблагодарил. Они хорошо сделали. Я уже представляю, что это уже будет пансионат, не просто какой-то дом. Он впечатляет. Я вот сейчас буду разговаривать со своими друзьями. У меня в группе где-то человек 30 в группе. Они потом распространяют, пересылаются. Я им буду рассказывать, что поселился. Они тоже говорят, куда ты поселишься. Я скажу, поселился. Классный люкс. Азарыцкий дом-интернат полностью отповадает усим сучасным стандартам, уличивающие элементы безбарьерных асяродзе. Спортивные тренажеры, кабинет працованной терапии, музычный класс и терапевтичная кухня. Интернат у Азарыцых в системе Министерства працы и социальной обороны 91-й. Керавник ведомства Ирина Костевич Пиракананова, у него есть все махчимости стать лепшим. Это 91-й дом-интернат. Комфортный, уютный, современный, новый. Конечно, наша задача – укомплектовать штаты, потому что мы ожидаем в ближайшее время заселения в этот дом-интернат, развивать социальные услуги, медицинские услуги. Поэтому вот это направление, бесспорно, будет получать свое развитие. Но приоритет у государства – это, конечно, услуги на дому. До помощи застарелым и инвалидам по месту проживания – головная увага. Коли человек знаходится дома, отчастей за усе лечение проходит больше эффективно. Разом с тем, есть шмак одиноких состарелых и инвалидов, которые не могут обслуговывать себе самостоянно. А тому без основания домов-интернатов так само не обыстись. В настоящее время, помимо этого учреждения из средств областного бюджета, выделены деньги на реконструкцию, капитальный ремонт дома-интерната Шубина. Работы начнутся буквально в этом месяце. Ну и кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции здания под дом-интернат в городе Ельске. Обрача домов-интерната у Беларуси будут открываться социальные пункты. Их задача – обслуговывание состарелых и инвалидов у сельской мясцовости. Олег Сенцеров, Ирина Дробышевская, Валерий Гапаньконт, телерадоекомпания «Гомель». Дякую за перемогу Гомельщин рыхтуется до головных святов. До дня перемоги, державного флага и гимна Республики Беларусь. Задача провести их на высшейшем узровне, поставлена перед отказными ведомствами. Напередо дню Гомельскими облвыканками на тему подрыхтовки святковання прошел брифинг. Добробыт наших ветеранов – это статус улады. Никто не повинен быть забытым. Миновито яны – герои свята, подкреслив наместник старшини Гомельского облвыканкама. Праздник должен пройти в каждый населенный пункт, вне зависимости от его размеров и для населения. До 9 мая все захоронения, мемориалы должны быть проведены в идеальный вид. Процедники отказных ведомств взробили справоздачу об уже проведенные працы. Значный функционал несут социальные службы. Допомогу ветеранам оказывают и морально, и материально. В области на сегодняшний день проживают 203 ветераны и больше за 1700 человек, которые потерпели от наступства войны. У нас повсеместно в 100% объеме прошли обследования о условиях жизни ветерана Великой Отечественной войны. И все заявки и просьбы, которые от них поступают, мы выполняем оперативно, своевременно и в полном объеме. Для оказания шеевской помощи у нас все ветераны и лица пострадавшие от последствий войны закреплены за организациями, предприятиями, молодежными организациями, соцзащитой, образованием, которые оказывают своевременную поддержку тоже им в каких-то насущных бытовых вопросах. Свой уклад у добробыт ветерану вносит и молодь. Акции поддержки регулярно обновляются. Больше за тысячу разных мероприемств и проектов в эти дни будут проходить под эгидой БРСМ. Это автовелопробеги, уроки мужества, встречи поколений, вручение членских билетов, вступление в ряды БРСМ, парады под окном, акции «Ветеран живет рядом», «Никто не забыт, ничто не забыто» и многие-многие другие. Все наши проекты, большинство их, конечно же, идет из жизни. Сами ребята инициируют, сами проводят и предлагают эти идеи. Святочные и символичные убранные, иллюминация, в этом моменте ждали все водители, которые рухались с Калинковича в направлении Бреста. Участок закрыли на початку красавика 2021-го. Необходный кредит у 28 миллионов белорусских рублев обязал выдатковать Европейский банк развития. Але после уведения санкций, суперс Беларуси финансование спынилось. Як выник, на три месяца работы были вымышенно заморожены. Фактически прекратилось финансирование. И 6 миллионов было дофинансировано из бюджета республики. Этот обед закончен. После того, как на ремонт закрыли одразу два путепроводы и один мост, трапить на трассу можно было только по объездной дорозе вокруг Калинковича. Додатковые амаль 30 километров хоть не створали вельми значных проблем для логистики, але и настрою водителям не додавали. Ремонтники это разумели. И не у опошнюю чергу по этой причине имкнулися выкананность свою работу оперативно и якосно. Уезжали домой уже при сумерках. Живем мы в Речице, поэтому долго ехать, но до сумерок работали. Работы контролировались на должном уровне. Технадзор с нами находился от начала рабочей смены нашей почти до конца. Она всегда присутствовала. Все материалы были достойного качества. То есть ничего холодного асфальта или же какого-то другого, мы ничего не уложили. Открытие путепровода и моста примерковали до годовины Дня Перамоги, а так само Года Мира и Створения. У значной ступени это працовный подвиг. Причем, одновленный участок побудованный выключно с белорусских материалов. В состав объекта, кроме самих двух сооружений, вошли еще и подъезды к этому мосту, и проезды порядка двух километров, и два остановочных павильона современных построено. Все материалы были задействованы белорусские, поэтому чисто белорусский объект. Реконструкция дорожных сбудований протягивается. В наступном месяце на модернизацию будет закрытый Новобелецкий мост у Гомели. Олег Сентюров, Миколай Зайцев, Валерий Гопанько, Телли, радует компания «Гомель». Пленная праца гомельского ограниччика Алмазова значена на республиканском узровне. Специалист компании по выработке ювелирных оздоблений отримал медаль за працованные заслуги. Отповедный указ президента опубликованный на национальном интернет-портале. Нам удалось опагуторить с майстром особиста и доведаться, як опрацовывается вокладка каштовных каменев. Алмазы, як и люди, усе абсолютно розные. Каб каштовный камень стал деяментом, ему, як говорить на вытворчасти, треба надать твар. Ти по-иншому вокладку. Игорь Першин працует ограниччиком уже амаль 40 годов. Раз его руки пройшли тысячи каменев, однако свой перший камень майстр памятает дагетуль. Первый камень не получился. Качество огранички было не очень хорошее. Ну, ему можно поправить. Учитель поправил. Кажется, что вот это очень сложно начинать. Именно начинать. Хороший ограниччик становится после трех лет. Это если у человека есть способность к этому. Тягу до ювелирной справы майстр почуяще со школьной лавы. У 1982-м годе отримал профессию ограниччика. На Гомельской фабрице по выработке ювелирных оздоблений Игорь працует уже 10 годов. Тройча вызначался лепшим по профессии. На текущий момент он самый лучший по своей профессии. Выполняет все виды формы огранички. Очень качественно работает. Соответственно, производительность труда у него самая высокая. Как наилепший у своей справе Игорь был накерован в Россию на вылучение новой технологии опрацовки бриллиантов под назвой «Трайпл Экселент». Зараз ограниччик навучает ее своих супрацовников. Усе камня, опрацованные под его кураторством, отримали международный сертификат. Это идеальная огранка, считается, вообще там все идеально. И цена бриллианта возрастает на 30% только от качества огранки. Проверяется уже не в лупу, так вот на оценке проверяют лупа 10-кратного увеличения. А эти камни уже проверяются в микроскоп 30-кратного увеличения. У вытворчасти бриллиантов проходных этапов нема. А огранка – самая працаемкая и финишная операция працовки каменев. Задача тут – зарабить диамент максимального кошту. А на яе уплывая множество факторов – от колеру каменя до формы и частине огранки. Увесь процесс контролюется технологами. После обдирки задаются параметры на огранку уже. Мы диаметры проверяем и параметры по группе А, по группе Б. И вот так вот уже рабочим продается в пакете написанное задание. Игорю Викторовичу особо никогда никаких вопросов не было. Это высококвалифицированный работник. И всегда превосходно все выполняет. Все задания. Большаясь процесса о працовке алмазу утоя над вачей фокупников. Приходячи у ювелирную краму, мы бачим уже готовые пригожвания. Тем не менее, Игору Першину приемно усведомлять, что большаясь диаментов у них захотят минавито дякуючи его праце. Память у сердца сберагаем. У санаторным детячым саде поселка Большавик Гомельского района отбылось у открытия покоя памяти военной истории. Это первый опыт на Гомельщине, который реализовали в дошкольной учебной установе. Четыре месяца от идеи створения до первой экскурсии по покое, яки пероносить угады военного лихолеття. Кропотливая и серьезная праца по пошуку экспонатов была проведена не только супрацовниками установы, а и семьями выхованцев. Только начиная с дошкольного возраста мы можем сформировать, воспитать у детей патриотическое воспитание. А ведь дошколята, у них нагляднообразное представление. И когда они пришли в нашу комнату, они видят, они могут это пощупать, они могут взять вот этот блиндаж, посмотреть, с чего он сделан. Сегодня мы детям рассказываем не только на словах, это важно. Фото с дымки и медали рассказывают наведывальникам покоя об героях Великой Чыной, их подвигу, об яким повинны памятать наш шатки. Мой дедушка воевал на страшной войне и победил. В нашей комнате есть дед Талаш. Это такой дедушка, который вот, когда был на войне, это такой был спецназ по маскировке. Он замаскировал свой дом, сделал маленькую палатку и маленький костер, чтобы его не нашли. Помогал партизанам. У покоя памяти в образно показанный у весь шлях от початку войны до перамоги. Сустракая наведывальника у черный ворон, який символизуя початок слез и страт. После тяжкого шляха прилетает голубь мира, який приносит вестку об самым жаданным перамозе. Чтобы понять душу беларусов, через историю культуры своих земляков необходимо знать свои корни, свое прошлое и настоящее. Важно приобщать ребенка к культуре своего народа, поскольку обращение к прошлому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Открытие экспозиции яшедно на годы сказать об тем, что память живе. У Гомеля стартовал международный турнир по боксе. Удельники из Беларуси и России сустрелись в областном центре, как вызначить мощнейших в своих ваговых категориях. Элитарные споборництвы примеркованы для святкования Дня Великой Перамоги и протягнутся несколько дней. На урочистом открытии мероприемства побывали наши корреспонденты. Пляцовкой для открытого турнира боксеров стал спортивный комплекс «Локомотив». Змагаться за титул переможца турниру сюда приехали больше за 60 мужчин и женщин. Анастасия Маркова займается боксом за 11 годов. На профессийный спорт я натхнил приклад российской чемпионки Натальи Рогозиной. Мы с ней в один день родились, в год дракона, 5 апреля. И я увидела, что она чемпионка мира абсолютная. Я тоже замотивировалась и захотела тоже идти вести путь боксера и тоже добиваться олимпийских высот. Девчина выступает за сборную команду России. Займается подкеровництвом двух тренеров. Один из них – я ебатька. И вот следующий бой будет с белорусской. Хотелось бы показать свой навык, уровень. День победы – он такой мотивирующий турнир. Вот этот вот ваш, который… Хотелось бы, конечно, привести победу. Как и победа, и наша великая страна, и ваша республика, и мы все вместе. Ну, как говорится, победительнейший. Вся роду дельников с поборництва немало гамельчан. Утым лику чемпионы Беларуси. Готовились серьезно на эти соревнования. Но вот сюрпризом стала не эта соперница. Выигрывать надо, естественно, всех. Будем готовиться к финалу. Был первый день поединков. Финал будет 6-го числа, 6-го мая. Расценю как потенциального соперника – Бурим Яна. Первый номер Беларуси. История у турниру давняя. У гэтым годзе он проводится уже 25-й раз. Призером с поборництва присвоивается звание майстра спорту по боксе. Титул здесь присваивается он победитель открытого турнира «Дню Победы». Это как этап подготовки. Ребята набираются опыта в соревновательных поединках. По составу здесь вторая, вторые номера сборной России принимают участие. 9 весовых категорий у женщин и 13 весовых категорий у мужчин. На ведость поборництвы можно бесплатно. Полфинальные бои почнутся 5-го мая. Имены переможцев и призеров турнира станут вядомые в субботу. Олеся Заяц, Александр Чернышевич, Миколай Заяцов. Телерадо «Компания Гомель». Завтра у натреяльных конторах и Бюро Гомельской области пройдет акция по бесплатным консультациям. Любый гражданин сможет отримать отказы на питания, которые входят в компетенцию нотариуса. Это оформление спадшинных правов, складание завещаний, шлюбных договоров, отчужение нерухомостей и другие вопросы. Бесплатную правовую допомогу можно будет отримать особисто от нотариуса, а так само по телефонах натреяльных контор и Бюро або дистанционно по видеосвязи. Додатковая информация размещена на сайте Белорусской натреяльной палаты в разделе «Знайсти на Таруса». Это и другие новины вы можете найти в нашем телеграм-канале, а так само на сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Мозоре сотрудники ГАИ задержали бесправного 16-летнего парня. Двухколесное транспортное средство двигалось без включенного ближнего света фар. Парень пояснил, что ехал в деревню Загорин и к дедушке, а мотоцикл принадлежит его матери. На несовершеннолетнего бесправника и его маму составлены административные протоколы, а транспорт помещен на охраняемую стоянку. Лжеработники банка обманули мужчину на 26 тысяч рублей. В мессенджере WhatsApp жителю Светлогорска позвонил неизвестный и представился работником одного из банков. Он сообщил, что со счета мужчины мошенники пытаются похитить денежные средства. Потерпевший предоставил доступ к своему интернет-банкингу, после чего со его счета все средства ушли в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело. В агрогородке Кирово Жлобинского района загорелся жилой дом и хозяйственная постройка. В результате повреждена кровля жилого дома. Постройка полностью уничтожена. Пострадавших нет. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Такая же причина привела к возгоранию хозяйственной постройки в Гомеле. В результате она полностью уничтожена. Поврежден забор. Пострадавших нет. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. До свидания. В продолжении эфира «Беларусь-4» Гомель спортивное обозрение. В студии Никита Береснев. Здравствуйте. В гандбольном Кубке Беларуси завтра стартует финал четырех. Решающая игру сезона примет Брестский дворец спорта «Виктория». В 15.30 мужская команда Гомеля сыграет с действующим обладателем трофея «Минским СКА». А в 18.00 свой поединок проведут Мешков Брест и БГУ ФК «СКА». Финал и матч за третье место пройдут 6 мая. 7.00 в 16.00 ответную полуфинальную встречу в Суперлиге страны проведет женская команда Гомеля. Подопечные Александра Маджарова примут на своей площадке «Бересия». В первой игре победу праздновали гомельчанки со счетом 36-28. Победитель определяется по сумме двух матчей. Второй финалист турнира определится в противостоянии БНТУ «Белаза» и «Городничанки». Гомельский ВРЗ пробился в полуфинал первенства страны по мини-футболу. Во втором матче команда «С берегов Сожа» разгромила на выезде охрану «Динамо» с результатом 7-0. Дублями в этой встрече отметились Алексей Пинчук, Евгений Чернейко и Дмитрий Лось. Еще один мяч забил Иван Заяц-Матиевский. В первой игре также были сильнее вагоноремонтники 5-1. Еще одним полуфиналистом стала «Столица», которая в двух матчах переиграла «Дорожник» 7-1 и 7-3. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России Ю-25 во втором поединке майского турне. На этот раз дружина Романа Ротенберга праздновала победу со счетом 6-2. В составе нашей сборной по одной шайбе забросили Роман Горбунов и Егор Игнатенко. Лучшим игроком встречи признан игрок российской команды Валентин Зыков. Следующий тур наша национальная команда проведет в Астане. 6 мая предстоит игра с Россией Ю-25, а 7-го числа с Казахстаном. Виктория Азаренко вышла в полуфинал парного турнира в Мадриде. В тандеме с бразильянкой Беатрис Хаддат Майей белорусская справилась с Павлой Бадосой и Беттани Маттександы. Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась со счетом 7-6, 7-5. За выход в финал белорусско-бразильский дуэт поспорит с Тейлор Таунсенд из США и Лейлей Фернандес из Канады. Соревнования в испанской столице завершатся 7 мая. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Никита Береснев. Оставайтесь на нашем канале.